Всем привет! Меня попросили приготовить ночное хрущевское тесто. Не знаю, почему так называется. Я посмотрела по ингредиентам, но это обычное дрожжевое тесто. Хотя дрожжевое тесто заводится по-разному. Кто с яйцами, кто без яиц. Возможная фишка в том, что оно замешивается и ставится на ночь в холодильник. Дозревать. Хотя любое дрожжевое тесто можно также завести, поставить на ночь, утром печь пирожки. Любое дрожжевое тесто можно замораживать. Оно хранится в морозилке 2-3 месяца спокойно. Вынимаете, печете, жарите пирожки, пироги. Нормально. В общем, давайте сделаем такое тесто. Я беру 30 граммов прессованных дрожжей. Они у меня заморожены. Из общего количества. Сахарок добавлю. Молоко теплое у меня. Я подогрела в микроволновке, потому что вынула из холодильника. А так можно комнатной температуры. Немножко муки. Перемешаю. Проверю на активность дрожжей, потому что у меня они долго лежат в морозильной капели, но всегда хорошие. Они даже полгода, если лежат в морозилке, дрожжи прессованные, как свеженькие. Обычно я для подъема дрожжей ставлю в микроволновку. 10-15 минут такая уже шапочка. Ставлю здесь. Тем временем 2 яйца, 50 граммов сахара. Чайную ложку с горкой соли. Это примерно 10-11 граммов будет. Ну, не обязательно взвешивать. На это количество нормально. Яйца с солью с сахаром взбиваю хорошо. Если есть желание, можно взбить все прям до хорошей воздушной пены миксером. Когда миксером взбиваете, тесто, конечно, получается более воздушным. Как для вас удобнее, так и сделайте. Перемешала. Вливаю 100 граммов подсолнечного масла. Еще раз хорошо перемешиваю до однородности, чтобы соль и сахар растворились, пока дрожжи поднимаются. Дрожжи начали активироваться. Я вижу пузыряться. Добавляю. Вливаю молоко. 500 граммов. Взвешивала на весах, поэтому жидкость, говорю, в граммах. Хорошо все перемешиваю. Если у вас сухие дрожжи, добавляйте грамм 10-11 сухих дрожжей. Но это пакетик быстрорастворимых. Прямо сюда всыпаете и перемешиваете. Хорошо в молоке они растворятся, сухие дрожжи. Чем хороши сухие дрожжи? Тем, что все вместе забрасываете, перемешиваете и все. Не нужно ждать, пока поднимутся. Проверяйте. Хотя бывает, что и сухие дрожжи подъем у них не очень. Хорошо перемешала жидкую массу. Венчик убираю. Мне он уже не понадобится. Мука просеянная. Здесь килограмм. Добавляю не всю. Сразу половину добавлю. Потом буду поэтапно добавлять. Теперь можно и руками вымешивать. Тесто липковато, поэтому добавляю всю муку. У меня ровно-ровно килограмм. Посмотрим. Может быть еще чуть-чуть придется подсыпать. Тесто еще липковато. Буду подсыпать. Мешивать. Добавила муки. Получилось еще 40 граммов. Вот вымесила. Оно слегка-слегка такое липковатое. Я хочу на коврике еще показать, как оно выглядит. Чаши теста я хорошо вымесила. Даже на коврике можно не вымешивать. Оно получилось гладкое. И уже, в принципе, видите, не липнет к рукам. Вообще не липнет. Вот так раз. Все, руки чистые. Когда вынимала, немножко показалось липкое на коврике. Прошлась и не липнет. Достаточно муки. Немножко маслицем смажу. Тесто тесто подсолнечным. Так, кругляшочек. Мягенькое получается. Хорошие. Прям приятно. Закруглили. Чашу немножко смазать маслом. Я ее не буду мыть. Зачем? Кладу тесто. Плотно накрываю крышкой, чтобы не попадал воздух. И ставлю в холодильник на ночь. Тесто я замешиваю вечером. А утром или даже в обед можно уже жарить пирожки, печь пирожки. Хоть в духовке, хоть на сковороде делать. Как хотите. Все. До следующего дня. Это тесто не обязательно ставить на ночь. Можно завести днем тесто, поставить в теплое место на часок. Оно поднимется. И потом уже готовить пирожки. Из холодильника вытащила тесто. Даже крышечка чуть-чуть приподнялась. Посмотри. За ночь тесто поднялось. Немножко даже края подсохли. Тесто холодное. Руки смажу подсолнечным маслом. И коврик тоже, чтобы к тесту не поднимался. Так. Вымешиваю. Муку я больше не буду подмешивать. Тесто не липнет. Просто его помесить. Ухолоднете. Теперь разделю тесто на две части. Одну часть положу в морозильную камеру. Выпустить воздух. Плотненько закрыть. И в морозилку положить. У меня попросили так сделать. А потом что-нибудь приготовить. Именно из размороженного теста. Из этой половинки я буду готовить выпечку в духовке. А я сейчас на части разделю. Каждую часть подкатаю. И на столе оно будет еще доходить. Тепленьким станет. Еще поднимется. 13 шариков накатала. Где-то 75-77 граммов. Ну, примерно, если точность нужна такая. В таком виде тесто быстрее прогреется. И еще поднимется. Закрываю полотенцем. Хорошо края прикрыть. Чтобы воздух не попадал, не подсыхал. Либо, когда тесто вынули из холодильника. Его обмять. Снова положить в теплое место. Чтобы оно прогрелось и слегка поднялось. Когда тесто теплое и мягкое, его легче разделывать. А оно такое холодненькое у меня было. Тесто у меня уже на столе поднялось. Смотрите, какое пышное. Можно сформировать пирожки совершенно с любой начинкой. Хоть с яблочной, хоть с творожной. А можно сделать ватрушки с творогом. Открытого варианта. У меня, кстати, есть ватрушки рецепт. Но там чуть-чуть другое тесто. Ну, дрожжевое. Я слегка смазываю руки подсолнечным маслом. У меня будут булочки без начинки. Я сделаю вот так. Сливочное масло. Мягкое. Можно его просто растопить, чтобы оно жидкое было. И сахар. Чайную ложечку. Вот так сделаем такие рулетики. Все. Получается масло сливочного неполную чайную ложечку и чайную ложечку сахара. На один рулетик. Сформировала рулетики. Прикрою полотенчиком. Минут на 5-10 оставлю, чтобы еще они немножко растрогались. Тем временем разогреваю духовку при 180 градусах. Рулетики ставлю в духовочку до готовности. Ну, это минут 15-20 обычно так. Сверху я их ничем не смазываю. Если вы привыкли смазывать там яйцом, желтком, то делайте. Все вынимаю. Смотрите, какие они пышные. Я сейчас их смазываю маслицем сливочным. Для блеска. Сладость, которая в булочек вытекла, сахар с маслом так вкусненько. Можно даже сверху булочек вот так. Пока сильно не запердела. Смотрите, какая прелесть. Булочки очень мягкие, не горячие. Остенут, потом разломают. Смотрите, вау, горячие. Снизу вот тоже поджаристые. Все ровненько. Все пропеклось. Близко. Смотри, ты воздушные. Рулетики полностью остыли. Они у меня под полотенчиком стояли на столе до полного остывания. Потому что я горячую выпечку вообще не люблю есть. Посмотрите, мягенькая какая выпечка. А с добавлением подсолнечного масла выпечка вообще практически не черствеет. Видите, какая красотинь. А можно сделать такие рулетики с маком. Но мак нужно долго проваривать, чтобы он был такой мягенький. Я булочку одну схомячила. Думала, на этом успокоюсь. Съела без чая, без кофе. Я сейчас налила кофе и хочу еще одну съесть. Какую-нибудь поменьше взять. Они все такие пышненькие. Вот это прямо на меня смотрит. Мягенькая. Еще раз помою, чтобы видно было. Само тесто, оно не сладкое. Вот из этого теста можно жарить пирожки с любой начинкой. Даже с не сладкой. Если вы желаете выпечку более сладкую, то можно сахара сюда добавить побольше. Даже, может, 100 граммов, 150. Тогда будет чувствоваться, что тесто сладкое. Но внутрь теста я положила же сахар и масло, поэтому оно сладенькое получается. Рулетики такие слоистые получаются. Вот и нам ужиналось. Две булочки съела и бокал кофе выпил. Хотя еще не ужин. Но ужинать уже не буду, потому что под завязку. Так что очень хорошее тесто. В принципе, удобно. Вечером замесили, а замешивать его вообще быстро. И на ночь поставили в холодильник. А днем, утром, даже можно и вечером, когда у вас есть время, сделать пирожки. Из второго кусочка теста, которое лежит в морозилке, я буду делать пирожки жареные. С утра сегодня хочу рулетик один съесть на завтрак. Бывает это очень редко, когда я завтраку пью только кофе. Рулетики я складываю в мешочек. И в холодильнике они у меня хранятся. Смотрите, они даже в таком виде, в холодном, мягкие. Если разогреть, они будут как свежие. Давайте немножко, немножко подогреем. Буквально секунд 10-20. Я поставила на 10 секунд, потому что горячую выпечку не люблю. Уже смягчилось. Просто смягчило чуть-чуть. Посмотрите, прям как будто с духовочки. Не горячая, даже не теплая, просто мягкая. Аромат домашних пирожков. Очень мягкие и вкусные. А у нас сегодня утром сильный-сильный туман был. Сейчас время уже почти 9 утра. Рассеивается туман. А когда туман, это значит, что день должен быть теплым. Ну, по приметам, раньше всегда так было. У нас еще снега нет, представляете? Немножко видно улицу. Все. Что выпадал, снег весь растаял. Ход идет с прогулки. Слышите? Я следующее видео выпущу. Пирожки будут из того теста, из замороженного. Жареное буду делать. Желаете, смотрите. Прямо сразу следующее видео за этим будет. Всем самого доброго, крепкого здоровья. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова